друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки также под этим видео вы найдете ссылку на наш телеграм канал а маркет с торговыми идеями для тех кто все-таки жаждет получить больше информации в рамках одного дня о событиях на финансовых рынках получить конкретные торговые рекомендации которые разумеется сразу же можно применить обязательно подписывайтесь ну что ж на финансовых рынках преобладает явное желание рисковать склонность инвесторов к риску провоцирует рост рисковых инструментов и ослабление курса снижение стоимости защиты логичные вывода об этом мы делаем глядя на динамику того что имеет отношение к риску на валютном рынке действительно инструменты за которыми мы следим австралиец новозеландец евро фунт они в целом сейчас пользуются а спрос американский фондовый рынок где мы уже очень неплохо заработали но еще остается в запасе индекс доу джонса также растет и фактически доу джонс сейчас в одном маленьком шажочке от исторического хая друзья я считаю что когда действительно достигнуто серьезное продвижение именно по капитализации этой индустрии именно на фондовых активов и мы в этом ралли участвовали нужно констатировать нужно признавать что победа есть и друзья здесь конечно же вы большие молодцы если примкнули к моей идее моему субъективному взгляду ну и конечно же вы большие молодцы если разделяли такую точку зрения что на американском фондовом рынке рынке который растет лучше работать по тренду и давать множить собственно наши средства доу джонс друзья цель 35000 она никуда не делась она остается прежней я не сомневаюсь то что мы можем добить до этого уровня практически в ближайшие дни потому что доу джонс сейчас на фоне снятия карантинных ограничений на фоне повышения экономической активности восстановление глобального скажем так промышленного сектора будет идти возможно даже локомотивом среди всей секции фондовых индексов и этим нужно пользоваться тем более ранее мы на снп и nasdaq очень хорошо заработали сейчас нужно заработать в ранее отстающим но сейчас уже лидирующим индексе доу джонса рынок нефти друзья здесь тоже мои вам поздравления очень верный прогноз был касательно того что не нужно ставить на какие-то мрачные перспективы нужно верить в лучшие в частности оптимисты действительно оказались на коне 6937 по бренду мы видим моменте локальный максимум был 6975 цель 70 она остается актуальной сейчас если вы зададите себя целью попробовать найти на финансовых рынках через прогнозы инвестбанков какие-то более высокие целевые ориентиры и ожидания вы это сможете сделать потому что сити барклайс уже метит на 75 и выше но это наверное слишком потому что на площадках в отношении рынка нефти есть еще сейчас актуальная угроза связана с индией мы очень детально в ходе прошлых брифингов разбирали общую обстановку с коронавирусом в индии рассказывал чем чревата она для соответственно общего спроса на углеводороды не хочу повторяться друзья индия это риска но пока что трейдеры его частично игнорируют ставя опять же на последовательное снятие карантинных ограничений на открытие границ на рост автомобильного трафика повышенного спроса и пожалуй главная идея которая сейчас может охарактеризовать рынок нефти это реализация отложенного спроса поэтому ближайшее время в ближайшие дни может быть даже часы друзья мы увидим продолжение развития восходящей динамики протестируем 70 долларов за баррель но потом лично я оставлю рынок нефти в покое и буду собственно наблюдать за развитием ситуации со стороны сегодня на повестке еще экономического календаря данные по запасам я полагаю что из-за того что растет спрос на топливо безусловно запасы нефти должны снизиться и это потенциально еще один фактор который может помочь добить нам до цели в 70 долларов за баррель американская валюта 91 18 ждем пробоя поддержки 91 пункт следующая цель 90 пунктов сегодня насыщенный экономических календарей для бакса 15 15 и депи а статистика по рынку труда сразу же смотрим на прогноза 810 тысяч ожиданий с 517 тысяч роста активность а и сэм сфере услуга тоже очень важный компонент для развитого рынка по прогнозу 64 3 с 63 и 7 если мы реально увидим значение в районе 65 это будет чуть ли не исторический прирост по сектору услуг и на основании этого я возвращаю на рынок друзья как бы в студию прогнозы о том насколько может расшириться американская экономика в этом году мои ожидания амбициозные это роста больше чем на 7 процентов как я ранее комментировал лучшее значение за последние 70 лет верю я в улучшение экономических перспектив по штатам верю я в то что этим будут пользоваться фондовики поэтому в целом мой прогноз уже понятен по фондовом рынку я его только что вам озвучил ранее а вот доллар на фоне того что деньги будут идти в риск будет пользоваться меньшим спросом дожидаемся сейчас обвала еще большего доходности американских трежерис ну и разумеется увидим после этого сразу же поход медведей к поддержке 90 пунктов и ниже золото 1781 очень волатильный инструмент но в целом цели 1800 и выше они не меняются друзья напоминаю что этому будут способствовать инфляционные риски увеличение денежной массы и конечно же слабость доллара и бешеный спрос вчера я по цифрам вам рассказывал со стороны центральных банков и физиков на ювелирную продукцию в китае и индию европейская валюта 120 22 вчера германия сообщила о том что в эти выходные начинают смягчать серьезным образом карантин и ограничения но и в целом сейчас по еврозоне есть такая тотальная эйфория из-за рекомендаций еврокомиссии все-таки начать уж открывать на границе позволить туристам которые жаждут посетить европу сделать это это отчасти возвращаясь к идее реализации отложенного спроса который а в целом станет бустом не для европейской экономики и для евро валюты поэтому ожидание по евро против доллара движение выше отметки 1.22 фунт против доллара 1.3909 друзья я ранее комментировал что лучше пока фунт не лезть но на собственный страх и риск все-таки сегодня открыл длинную позицию с 7 1.40 фактически эта позиция а с потенциалом профитов 100 пунктов меня в частности вдохновил вчерашний отчет по производственному сектору который показал рост данной отрасли экономики на 69 пункта серьезный прогресс четверг у нас сфера услуг и заседание банка англии я думаю что на этом 100 пунктов мы точно сможем сделать но не забывайте если вы все-таки также примкнете к этой позиции что в четверг еще есть и потенциальный риск для фунта это выборы в шотландии который может очень неплохо изменить планы оптимистов и и все-таки спровоцировать обратную динамику но будем надеяться что прежде чем даже если это произойдет мы наберемся до уровня 1 а 40 но взяла не спросив доллара цели прежние 0.73 сегодня вышли данные по рынку труда которые поддержали оптимистов форме безработицы снизился до 4 и 7 процента это хорошая база для дальнейшего восстановления на этом собственно все спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока